Здравствуйте! Моё видеообращение сегодня ко всем тем людям, кто следит, переживает и принимает участие в истории Владислава Бахова. Мы знаем, что в этом деле было очень много, можно так сказать, произвола по сбору даже тех же останков, предположительно, Владислава Бахова, по сбору вещественных доказательств, какой-то доказательной базы, а я имею в виду телефоны по выемке медиа и видеофайлов. Мне так кажется, что они были проведены не в полной мере, так как мы сейчас имеем все не по одному, по два телефона. И могли бы представить участники того вечера не тот телефон, который нужен был следствию. То есть уже может идти некорректно все это. Моя идея созрела от того, что я подписана на Алексея Островского и слежу за его Инстаграм, хотя я не являюсь жительницей Смоленской или Смоленской области. Он ежедневно выкладывает видео, фото, отчеты о проделанной им работе. Мы многие писали ко всем депутатам, к всевозможным инстанциям обращались о помощи, к общественным деятелям, блогерам большим. Но, знаете, мне кажется, будет справедливее и правильнее обратиться именно к тому, скажем так, управленцу этой земли, на которой все это произошло. Давайте сейчас многие из нас забудем, кто что видел в СМИ, кто что слышал и все остальное. Давайте это откинем все в прошлое и, как говорится, начнем с чистого листа. Я предлагаю всем неравнодушным, и кто хоть как хочет чем-то помочь этой истории, обратиться к Островскому. Но обратиться не в видеообращении, так как это не даст никакого толку и потеряется где-то в сетях интернета. Даже если мы создадим ссылку и пошлем ему там для ознакомления. Нет. Давайте каждый из нас, кто неравнодушен, напишет ему письмо, обращение, заявление, как хотите это называйте. Но давайте постучимся в эти двери. Мне кажется, что Алексей Владимирович будет заинтересован в исходе честного расследования, нежели наоборот. И так как он вещает в СМИ, что у него есть трое детей, и ему, как я понимаю, что родительское горе будет не чуждо, и он должен понимать, каково сейчас родителям без Владислава. И тем более то, что они весь год мучаются в поисках всего того, что может помочь раскрыть ее дело. Мне кажется, Островский – это именно тот человек, который будет заинтересован помочь родителям и общественности. Можем обратиться к нему как в письменном виде, так и в электронном виде. Ссылку на электронную приемную я оставлю в закрепленном ниже сообщении. И прошу вас принять в этом такое же посильное участие, написать свое обращение с просьбой о помощи в честном расследовании. Возможно, мы с помощью этого обращения получим ответ на многие вопросы. Возможно, что-то изменится. Но, как говорят, надежда умирает последней, и у меня эта надежда очень возложена вот на сегодняшний день именно на Алексея Владимировича, так как считаю его первым ответственным лицом за то, что происходит в Смоленской области. Расскажу на своем примере, почему я все-таки возлагаю такие надежды. В моем городе жила семья и живет как бы около их дома. Хотели построить магазин. В два, в три этажа, не знаю, но проект там был у них громаднейший. И семья, так скажем, очень влиятельная хотела построить магазин, но магазин именно напротив знакомых мне людей. И то есть построив свой магазин, они бы загородили им солнечный свет, то есть была бы там другая уже совершенно проходимость, машины, шум и все такое. Через меня они обратились. Я им помогала составить заявление в прокуратуру московскую, но также я им предложила написать нашему губернатору. Так вот, мы от своего губернатора получили через три дня даже, и то меньше, ответ и какие-то результаты, нежели чем мы получили это с Москвы. С Москвы мы получили через месяц уведомление о том, что было отправлено также опять же в нашу область на рассмотрение. И каких-то там мероприятий, приставленных, в общем, уже к этому делу. Дело было возбуждено, получается, но все это не дало ходу, потому что наш губернатор в этом разобрался сам. Очень быстро, четко, найдя какие-то там несостыковки с земельным участком, с проведением вот этих вот строительных всех работ, и стройка была свернута. Даже тогда, уже на том этапе, когда был возведен фундамент, и почти уже были стенки первого этажа. Так вот, вспоминая все это из своего примера, и задумавшись вчера при просмотре инстаграма Островского, потому у меня такие надежды, и прошу вас принять в этом участие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok